Я приветствую вас на канале Банковский. Давайте разберем тему. Если у вас вдруг произошла просрочка по кредитной карте Сбербанка, что делать и какие наши действия, какие будут у нас последствия в этот период. Ну, все знают, что кредитная карта это пластиковая карта с определенным на ней лимитом, который вам банк предоставил на возможность пользоваться заемными деньгами. Но вы должны не забывать, что эти деньги нужно возвращать по определенный период и определенную сумму. Без просрочек, без задолженности и все это вовремя. Самое первое, чем это нам грозит, это повышение процентной ставки. У Сбербанка по кредитным картам считается самая низкая процентная ставка от 23,9% до 26,9%. Поэтому при просроченном платеже вы получаете процентную ставку 36%. Но эта процентная ставка рассчитывается на сумму задолженности, которую вам нужно было оплатить. Далее, помимо увеличенного процентной ставки, вы получаете еще пеню за каждый просроченный день платежа. Она составляет в среднем 0,1% в день. Следующий этап уже после вашей задолженности – это блокировка карты. Если вы эту сумму не внесли, то тогда вам блокируют банковскую карту. Но не забывайте, что на период блокировки пеня и повышенная процентная ставка на непогашенный ежемесячный платеж так и остается и продолжает действовать. Поэтому чем дольше вы не вносите свой ежемесячный платеж, тем это вам выйдет дороже и больше вам придется заплатить. Следующий момент – это уже судебный иск. Банк доходит до определенного периода, и тогда уже банк подает в суд на неплательщика для того, чтобы взыскать с него неоплаченную сумму. Ну и тут как бы сильно тоже радоваться не стоит, что вот сейчас по суду все разберут, и я там ничего не буду платить, потому что у меня, к примеру, там не было возможности оплатить, там зарплату не заплатили, либо еще какие-то сторонние ситуации произошли. В Сбербанке работают очень качественные юристы, то вы в любом случае навряд ли останетесь в выигрыше, скорее всего вы останетесь в проигрыше. И не забывайте момент, что в судебном разбирательстве все иски при отрицательном вашем решении по вопросу будут перенаправлены на вас. То есть вы должны будете заплатить за весь судебный процесс. Поэтому примерно можно представить, что вас ждет. По решению суда вам придется заплатить не только за должность по кредитной карте, но и за все судебное разбирательство, выплатить все штрафы и санкции. Поэтому, наверное, проще оплатить кредитную карту, чем доводить до вот таких моментов. Под этим видео есть ссылка на лучшие кредитные и дебетовые карты, можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока!